Тихая ночь 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 людям, к уважаемым людям. Они прилетели к пастухам, к простым людям, самым простым людям, чтобы поделиться с ними радостной новостью. И это хороший пример для нас. Мы, как ангел, должны рассказывать другим людям о Спасителе и приводить их к Иисусу. Всем людям и знаменитым, и самым простым. Ангел с греческого языка переводится как вестник, тот, кто несет весть. Ангел это не тот, кто носит белую одежду. Ангел это тот, кто несет радостную новость от Бога о том, что родился Иисус, Спаситель и Царь. Если мы с вами несем эту весть в этом мире, значит мы с вами ангелы. Мы выполняем роль вестников. Может быть, нас никто не убоится, как эти пастухи боялись ангелов, страхом великим. Но новость остается неизменной. Мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Идите к Нему. Вот весть, с которой мы до сих пор идем в этом мире и продолжаем приглашать других людей к Иисусу. Продолжаем приводить других людей к новорожденному Иисусу. Слава Вашему Богу! И на земле мир и в человеках благоволение. Вот вам знамение. Младенец лежит в кормушке, сказали ангелы. Мы показываем людям не на элитный роддом в центре города, а на простую кормушку в сарае. И как ангелы приглашали людей, так и мы. Давайте в эти рождественские дни будем приглашать и приводить других людей посмотреть на Иисуса, который так нас любит. Третий пример, третью историю, которую мы с вами читаем, это история самих пастухов. В 15 стихе написано, когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Ефреем и посмотрим, что случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в ясных. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им у младенца сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказали им пастухи. А Мария сохранила все слова си, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Вот такая история. Мы можем в эти рождественские дни, как пастухи, славить Бога. И это третий важный пример для нас. Здесь написано, что пастухи не просто, когда они услышали ангелов, они не остались сидеть в своем поле, они поспешили, пришли и нашли Иисуса. И это пример для нас. И это вызов для нас. Это показывает ценность и приоритет нашего поклонения Иисусу. Они слышали и они увидели Иисуса. А мы? Мы много раз уже слышали с вами об Иисусе. Но было ли время, был ли день, был ли момент в нашей жизни, когда мы увидели Его, когда мы с Ним встретились? Если нет, сегодня у вас есть хорошая возможность услышать об Иисусе и увидеть Его своими духовными глазами. Моя молитва о том, чтобы в этот рождественский вечер ваши сердца были открыты для того, чтобы вы могли увидеть рожденного Иисуса. А если вы уже слышали о Нем, видели Его, знаете Его лично, сегодня у вас есть замечательная возможность, такая же, какая была у пастухов, славит и хвалит Бога за Рождество, Сына Иисуса. Сегодня введите свое сердце в поклонение, с радостью, с благодарностью и с хвалой. И вместе с нашими братьями и сестрами помолимся. Спасибо, Отец Небесный, что ты дал нам возможность в этот вечер сочельника, в этот вечер, накануне Рождества, в этот вечер, накануне невероятного чудака, которое произошло две тысячи лет назад в Вифлееле. Мы можем, несмотря на карантин, несмотря на какие-то ограничения, мы все равно можем обращаться к твоему слову. И мы можем, глядя, например, твоему слову, проявлять терпение и проявлять доверие тебе, несмотря на трудности, которые есть в нашей жизни. Сейчас многие люди переживают трудные времена, но в эти трудные времена мы доверяем тебе. Мы знаем, что ты добрый Бог, любящий Бог, заботливый пастор, и ты лучше знаешь, что нам нужно. И мы верим, что любящий Бога все содействует ко благу. В какой бы мы ситуации сейчас не находились, мы знаем, что ты все контролируешь. И мы доверяем тебе. Спасибо. Мы, как ангелы, в этот Рождество изгибречен, хотим приглашать других людей к тебе и приводить других людей к тебе, Господь. Благослови нас в этом поручении, чтобы мы не переставали нести эту весть. И, конечно же, как пастухи, мы хотим не только слышать о тебе, но видеть тебя, встретиться с тобой лично, для того, чтобы прославить тебя и поклониться тебе в радостном Боге дарусь. Аминь. И теперь давайте вместе с нашими братьями и сестрами прославим нашего Господа Иисуса Христа в хвале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами всю эту рождественскую неделю. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok